Удро в Петербурге продолжается, но вы узнали эти упоительные звуки, все грани трехструнного инструмента. В Петербурге стартует первый открытый фестиваль «Балалайка во Фраке». Почему именно у нас в городе и насколько идет балалайка, балалайки галстук «Бабочка»? А не лыковые лапки сейчас будем выяснять. У нас в студии художественный руководитель фестиваля, лауреат международных конкурсов Амбросий Тарасов и директор фестиваля, также лауреат международных конкурсов Юлия Королева. Амбросий, Юлия, доброе-доброе утро. Доброе утро, здравствуйте. Так почему же именно имперская столица, коей является, несомненно, Петербург, имеет непосредственное отношение к истории балалайки? Ну, если мы говорим об истории балалайки, то, скажем, вот те балалайки, которые сейчас находятся у нас в руках, это академические концертные балалайки. Они родились именно в Петербурге, благодаря Василию Васильевичу Андрееву, великому реформатору. И, между прочим, вот конкретно у меня в руках, это не просто балалайка, это балалайка, которая будет подарена одному из участников фестиваля. Вот, ее сделал наш очень хороший друг Иван Белоусов. Так что детишки, принимающие участие в фестивале, получат не только огромный опыт выступления. И удовольствие. Да, разумеется, но и действительно ценные подарки. Да, он будет не один, кстати говоря. Помимо этого инструмента еще у нас будет призовой академический инструмент Евгения Прохорчука и электробалалайка. А вообще вот исполнение на балалайке, когда музыкант одет во фраг, придает этому исполнению какого-то особого академизма или чего-то добавляет вообще и самому исполняющему и ощущению зрителю? Ну, разумеется, да. То есть, если говорить о каких-то глобальных задачах, то балалайка в данный момент является таким же абсолютно академическим инструментом, как, скажем, скрипка, как рояль. То есть, отношение уже не такое, да, как когда мужик в деревне сидит, играет на завалинке, и, собственно, балалайке подвластен абсолютно любой репертуар. Это и классика, и джаз, и все, что угодно. То есть, даже Арию Баха можно исполнить на балалайке, и это не будет звучать, мягко говоря, эксцентрично? Конечно. Есть такие произведения или, может быть, такие направления, такие жанры, которые не подвластны балалайке? Вы знаете, я думаю, что балалайке подвластен абсолютно любой жанр. И я вот хотел бы сказать, что одна из площадок фестиваля, это детская школа искусств имени Исаака Осиповича Дунаевского. И в этой школе сосуществует, скажем так, и эстрада, и народные инструменты, и хоровые, и все это в одном таком общем котле творчества сосуществует. И в этой лаборатории мы осваиваем все жанры абсолютно. Ну вот еще немного об этом. Балалайка упоминается в песне Пола Маккартни на белом альбоме «Битлз», но, естественно, в песне «Снова в СССР». А насколько уместен этот инструмент для рок-музыки? Мне кажется, Пол Маккартни обзавидовался бы такому звучанию. А использовал всего лишь струнный квартет. А что можно будет услышать в программе участников фестиваля? Какие произведения? Совершенно разная музыка и обработки русских народных песен. У нас на фестивале было обязательное условие для участников, для того, чтобы сохранять наши традиции русские, чтобы дети и взрослые обязательно продолжали играть наш репертуар, самый естественный для этого инструмента. Также и классика, и современные авторы. Очень большой, очень разнообразная программа. А много ли балалайшников на Руси и в каких еще странах играют на балалайке? Как показала практика, балалайшников очень много. Потому что наш фестиваль по географии собрал балалайшников со всей России, в том числе и из Беларуси. Всего у нас больше ста участников. Ну и разумеется, русские народные оркестры есть и в европейских странах. И я думаю, что на любом континенте наши инструменты любят и играют на них. Можно ли сказать, что балалайка сегодня переживает какой-то особый всплеск внимания к себе? Или же это было всегда? Мы стараемся сделать все для этого. Это одна из целей нашего фестиваля. Именно поднятие интереса к нашим народным инструментам. Ну что ж, пора зазвучать. Дабы не быть голословными. Просим вас исполнить для нас что-нибудь. Дабы не быть голословными. Дабы не быть голословными. Играет музыка. Браво! Это было виртуозно. Я не знаю, что может быть более вдохновляющим вообще ранним утром, чем такая прекрасная композиция, исполненная на «Балалайк». Спасибо вам огромное. Еще раз напомню, в нашей студии были художественные руководители фестиваля «Балалайка» во Фраке Амбросий Тарасов и директор фестиваля Юлия Ковалева. Благодарим вас за чудесное настроение.